Всем привет, дорогие друзья! Рас приветствую! Сегодня у нас будет на обзоре BMW M760 Li. Машина очень офигенная, красивая, качественная, в принципе, наверное, как и все моды на Green Garden. Вот такая вот BMW с кожаным белым салоном. Представлен этот автомобиль в нескольких цветах и в нескольких исполнениях. У нас хромированная решетка радиатора. Можно еще также выбрать черный решетка радиатора. Но это, по крайней мере, то, что я увидел на скринах в Discord Green Garden. Именно там вы сможете ознакомиться с скринами и, соответственно, выбрать подходящую. После приобретения вы просто-напросто спавните себе машинку, потом пишите тикет в Discord Green Garden о том, что вы хотите поменять цвет. Соответственно, цвет меняете через тикет и все, и радуется из жизни. Вот, ребят, по внутрянке. Здесь у нас все прекрасно, все замечательно. Присутствует горловинка радиатора. Радиатор снимите. Горловинка исчерпается. Слушайте, одно и то же говорю. Из обзора обзор. Прямо, знаете ли, как по накатами. Как будто уже день звука какой-то. Вот, подкапотка выглядит очень реалистично. Прямо то, что надо, то, что доктор прописал. Вот, салон, прям, вы знаете, прям здесь жить хочется. Смотреть, какие мониторчики, да, вот подлокотничек. Прямо вот, конкретно только вот на два человека сзади, да. То есть вот, вот эта вот борода, она, естественно, ну, конечно, можно прыгать туда-сюда, тут как Сайгар. Вот, но в целом, да, то есть на два человека никто посерединке. Ну, если только, конечно, кто-то пожелает прям чрезмерно сильно сесть именно вот сюда, вот на подлокотник, да, и оседлать его, то, может быть, да, и три человека сзади сядет тоже в реальной жизни, да. То есть в игре ADZ у нас на это будет выглядеть как два человека сзади, два человека спереди, того у нас четыре вместе с водителем. Очень глыбкий багажник, очень глыбкий багажник, да, то есть прямо вот огромный багажник. То есть взять в руке что-то могу. Аккумулятор. Ребят, здесь я могу взять аккумулятор. Ну, вообще, в BMW, насколько я знаю, он где-то вот слева-справа, да, обычно у нас в BMW. А здесь вот пишет, вот, взять в руки аккумулятор, удерживайте. Ну, естественно, мы ничего там брать не будем, ничего не будем там удерживать. Ну, вот, ну, а, наверное, посмотрим, что у нас внутри. Внутри тысяча слотов, матросский сундук, деревянный ящик, также колесо какое-то, не знаю, запасное, может быть. Можно сюда поставить. Потому что здесь у нас на шасси употребляется только четыре колеса. Запасного я здесь, ребят, не вижу. Для того, чтобы автомобиль ехал, аккумулятор, радиатор, свеча, лампочки для головного освещения. Соответственно, также присутствуют кузовные элементы. Четыре колеса упомянул. Ну, сюда, скорее всего, запаска ставится, я так думаю. Ну, вот, деревянный ящик, матросский сундук, канистра, рюкзак, да, тысяча слотов. Две бочки, пожалуйста, три диска. Плюс еще оружие и тысяча слотов непосредственно в самом багажнике. То есть автомобиль реально достаточно очень-пре-очень вместительный. Учитывая, что это просто-напросто седан. Скорее всего, бочки здесь визуализированы не будут. Вот, да, то есть и как бы вот так вот. Ладно, закрываем мы с вами багажничек. Как всегда, самые дорогие номера в мире. Закрываем дверцы, закрываем капотик. И, наверное, давайте уже заводить автомобиль и, собственно говоря, кататься. Перед этим мы с вами оценим внутряночку. Смотрите, какие у нас здесь светодиодные ленты. Присутствует мониторчик. Там у нас BMW-шка нарисована, да, то есть прям дисплей, ЖК-дисплей, или как его правильно, мультимедиа и все эти дела. Ну вот, цифровая панельная, приборная панель. Клаксончик. Вот, все прекрасно, замечательно здесь бибикает, работает. Так, все проверил. Ну, заводим. Звук тихонечкий такой. Ой, прям вообще тихонечкий звук. И отсечка присутствует, кстати говоря, красная. То есть вполне возможно, может быть, даже двигатель можно здесь убить. Вот, я не знаю. Я привык, что если присутствует красная отсечка, то, может быть, можно и двигатель убить. Ладно, мы двигатель убивать не будем. Делаем вид от третьего лица. Слушайте, а люк случайно не открывается? Только с какой стороны? Может быть, его вообще из салона надо открывать? Я, что-то куда-то на крышу полез. Нет, здесь я что-то ничего не вижу. Давайте попробуем из салона. Сделаем вид от первого лица. Панорамная крыша, ребят, блин, ну... Ой, красота какая ее... Так, глянь. Очень красиво. Очень красиво. Так, ладно, вид от третьего лица. Пока дождь не пошел, а то что-то как-то хмурится. Короткая первая передача. Очень реалистичная первая передача. Я бы даже так сказал бы. Так, уходим напрямую. Даем газу. Третья. В отсечке. Четвертая. Ну, 180... А, вот он дальше набирает. Прекрасно. Ну, 194, 195, где-то вот так вот. Ух, даже здесь я еще умудрился подпрыгнуть. А валим мы деревья. Не валим. Ну, да и ладно. Так, тест. Неплохо, неплохо. Ну, машина, кстати, она не перекручена. Она настроена очень грамотно, очень хорошо. То есть, мы на первой передаче, там максимум на второй, мы не залетаем в порку. Ну, мы дошли аж до третьей передачи. И на третьей передаче, кстати, машина тянет неплохо. Так, знаете, в натяжечку не едешь, и она даже управляется как-то легче. Ребята, вот такая вот BMW. Если машина вам понравилась, добро пожаловать на сайт Green Garden. Приобретайте, выбирайте цвет. Получайте необходимый автомобиль, на котором вы хотели бы кататься в дальнейшем. Я считаю, машина очень классная, очень красивая, очень достойная внимания. Вот, так что не проходите мимо. На этом я заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, где можно подписаться. Отслеживайте меня, где только можно отследить. Все необходимые ссылки для этого присутствуют под видео. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока. Продолжение следует...